Ну, смотрите, тут есть жалоба на то, что возникает боль в нижней части спины после нагрузки, ну, такой разгибательный, типа, там, побросать снег, там, покопать что-то такое, да, то есть, там, где нужно согнуться-разогнуться, да, то есть, вот эта механика движения присутствует. Ну, правильно говорю, да? Я все правильно понял. Это фрикционно будет уже. Да, это сейчас вот такой будет. Да. Вот. Соответственно, сейчас уже чуть-чуть по-другому, но все равно видно, да, то есть, если посмотреть в целом на позвоночник, то здесь видно, что физиологические изгибы, они какие-то вот не такие, как они должны быть, то есть, они смещены по своей локализации. То есть, у нас здесь кифоз очень слабенький, начинается вот отсюда кифоз, длится где-то до середины поясничного отдела, и здесь сразу такой глубокий лордоз. Причем, ну, смотрим, ну, коль есть жалобы, давайте посмотрим. Мы не смотрели, там, предыдущие алгоритмы диагностики, кто работал с вами, ну, может, нам потом что-то расскажет. В активном движении флексии смотрим. Флексия вообще нормальная. Ну, то есть, никаких отклонений я здесь не вижу. Если вам тяжело по остистым отросткам, вы можете посмотреть по поперечным отросткам, поставить ручки на поперечные отростки. Делаем флексию. Ну, если у вас будет ротация с латерофлексией, то, ну, во-первых, у вас пальчики будут на разных уровнях, и один пальчик будет убегать в ямку, другой пальчик будет подниматься на бугорок. Ну, за счет вот этого движения. Понятно, да? Вот. Ну, здесь такого особо не вижу. Здесь ассисты, поперечные отростки двигаются более-менее синхронно. Хотя вот во флексии здесь видны сейчас сколиотические дуги, стали более отчетливо видно. И теперь смотрю, собственно, ручки назад, ну, чтобы человек мог облокотиться, да. Делаем разгибательное движение. Ага. И вперед. И вот в этом движении у нас появляется четкая совершенно латерофлексия, во-первых. То есть у нас все движение разгибательное, оно происходит с латерофлексией вправо. И ассистый отросток у нас уходит тоже вправо. Ну, я просто его пальпаторно чувствую, я вам передаю свои ощущения. То есть и ротация у нас возникает влево. Соответственно, левая ротация, дисфункция. Справа. Справа, да, совершенно верно. Ну, посмотрим. Ну, здесь и ткани более напряженные. Вот одинаково давлю, где больнее. С левой стороны хуже. Здесь. А чуть-чуть разогнитесь. Чуть-чуть разогнитесь. Сейчас как? Ну, слева больше чувствуете. Слева больше чувствуете? Еще раз. Раз. Чуть-чуть по-другому стало. Ага. Латерофлексия в другую сторону изменилась. Давайте прилягте. На бочок. Попробуй. Пока на любой. Хочу в пассивном положении посмотреть то же самое движение. Потому что активное движение, ну, вызывает у меня некие сомнения. Ножки расслабьте. Согнуть над ножкой. Исследование на боку. Да, то есть две ноги согнули. На коленке, да? Да. У меня коленочки лежат на бедре. Да, соответственно, с помощью таза я могу делать флексию экстензию. Меня интересует конкретно этот сегмент. Нет, все-таки при экстензии у меня движение идет остистый отросток влево, соответственно, ротация вправо. Ну, в положении сидя все правильно мы с вами определили. Дисфункция. Значит, нам нужно правой стороной положить вверх на эту сторону. Разворачиваться. На... Нет, головой. Да, сюда. На спину. На спину. Чуть-чуть ниже. Чуть-чуть ниже. Угу. Хорошо. Мне... То есть разворачиваю я его на бок точно таким же способом. Да? Только здесь отличие в чем? Нужно этот сегмент мне перевести... В экстензию. В экстензию. Да, то есть мне не хватает экстензии. Экстензия у меня ограничена, поэтому и переводить я буду его... В экстензию. В экстензию. Угу. Ручка здесь. Под голову можете. Угу. Расслабьтесь, не бойтесь, я вас не уроню. Расслабьтесь. То же самое. Надавил на коленочку. Развернул. И теперь... Вот создал экстензию. Понятно, да? То есть во флексе у меня вот эта нижняя нога, она больше идет кпереди. В экстензии эта нога больше идет кзади. Да, то есть чтобы этот сегмент не увести в экстензию. Совершенно верно. Ножка пока в этой позиции. Плечо также разворачиваем. Угу. Все. Вот у меня флексия исчерпана в этой... Ой, экстензия исчерпана в этой позиции. Теперь... То же самое. Через бедро вывожу на нужный мне сегментарный уровень. Ну вот он. Вышел. Нога здесь. Здесь делаем... Расслабьтесь. Здесь мне не нужно уводить вперед во флексию. Здесь мне достаточно просто увести по продольной линии тракцию сделать. Чтобы сохранилась при этом экстензия. Все. Голова. Руку под голову. Теперь. Фаседки располагаются вот таким вот образом. Вот. Показываю руками. Соответственно, их нужно мне закрыть. Соответственно, у меня нижняя фаседка должна идти... Вентрально. А верхняя фаседка должна идти... Каудально. Каудально, да? То есть движение будет... Если в предыдущем движение шло вот так, то здесь у меня движение будет идти вот так. На компрессию. На сближение. То есть в первом варианте у нас было на растяжение движения вот сюда. Здесь у меня движение, руки располагаются, соответственно... На сближение. На сближение. Совершенно верно. Вот оно это движение. Вот. Нас создал преднапряжение. Делаем вдох. Задержку дыхания. Слегка коленочкой в потолок надавить. Выдох расслабить. Нет. Вот оно. Вдох. Подавить. Выдох расслабить. Вот и все. Д Switzerland. Редактор Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова